Освободит мост из ледового плена при помощи взрывчатки. На такую операцию решились запорожские спасатели. Ее проводили во время трехдневных сборов вместе с железнодорожниками. Узкое место нашли возле железнодорожного моста между Конкриновкой и 1130 километром. Здесь конка впадает в Каховское водохранилище. Лед пока стоит и представляет, по словам подрывников, теоретическую угрозу. Говорят, может даже мост снести при других условиях. Чтобы быть во всеоружии, решили потренироваться на том, что есть. Заряды закладывали минимальные. Первый, чтобы рыбу спугнуть. Водолазная спасательная служба работала. Опускались водолазы после проведения взрыва, делали обстеживание рельефа дна. Погибшей рыбы не обнаружила, слава богу. Таких рек, как Конка, в области 65. Периодически создают проблемы. Во время поводка бывает, топят жилье. Особенно страдают села Константиновка и Удачная. В этом году, говорят специалисты, половодье будет ниже нормы. Лед уже в основном сошел. Там, где есть течение реки, более-менее нормально, там уже ледостава нет. Вот по той же реке Молочной, в районе Токмака, нет льда. На юге, в районе села Терпение, там еще есть ледовое явление. Подрыв льда спасатели считают лучшим способом борьбы с ледовыми заторами. Так и гидротехнические сооружения останутся целы, вода сойдет быстрее, и рыба не задохнется в узких местах. Вопросы отрабатываются как проводы из заторов льда, чтобы не допустить затопления низин и населенных пунктов, которые находятся на низменностях. Цели достигнуты, все условия соблюдены, люди получили навык и практику. На некритические заторы спасатели использовали 40 килограммов пластида в тротиловом эквиваленте. Морозов больше не ждут, но если на реках возникнут проблемы, обещают, будут взрывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова